Вроде пятница, но не тринадцатая, двадцать пятая. Эту дату жители дома 8 по улице Ленинской, микрорайона Гигант запомнят надолго. Та самая квартира на втором этаже. На балконе следы работы криминалистов, а за дверью жалобное кошачье мяуканье. Сначала слухи, потом соцсети загудели от новостей и обсуждений двойного убийства. В квартире номер 47 нашли тела 52-летнего Юрия и 44-летней Елены Седовых с множественными колото-резанными ранами. Фотографии того, что изверг сделал с телом мужчины, разошлись по сети, но мы не можем показать их по морально-этическим соображениям. Убийцу нашли быстро, им оказался их собственный сын Максим Седов, 1993 года рождения. В ходе ссоры, возникшей на почве длительных личных неприятных отношений сына Седова к своим родителям, у них произошел конфликт, в ходе которого Седов принял преступное решение убить своих родителей, в результате чего нанес матери Седовой множество колото-резанных ударов, имеющихся по себе ножом кухонным, в разные части тела, а именно шею, голову, туловище. На крики матери из гостиной на кухню прибежал отец, который увидел все произошедшее. У Седова сына в этот момент находился в руке также нож, и после этого он нанес множество количества ударов ножом уже по туловищу отца. Он учился совсем рядом с домом в кадетской школе. Соседи, как в таких случаях бывает, говорят, что был обычным парнем, увлекался рыбалкой, здоровался. Но добавляют, наркотики до добра не довели. Я боялась в квартире находиться, каждый стук страшил. Выяснилось, что Максим Седов действительно долгое время употреблял наркотические психотропные вещества, лечился от наркозависимости. Родители вкладывали почти все деньги в его лечение. После реабилитации отец устроил сына на машиностроительный завод, где работал сам и считался высококлассным специалистом. Но благодарности никто не дождался. Еще ночью, рассказывает соседка, слышали женский крик, но даже подумать не могли, что происходило в этот момент в квартире Седовых. И она его здесь, что ли, увидела? Или туда? Она бегала за домом? Говорит, ты куда? Я кататься. А мать где с отцом? Не знаю. Это он, выходит, в час убил, а до десяти он с ними был? Это вообще кошмар. После этого их сын Седов, совершивший, и осознавший, что он убил своих родителей, принял решение избавиться от тела родителей путем расчленения их и последующего заявления о их безвестном исчезновении. Семья характеризовалась положительно, и вдруг супруги не вышли на работу. Сплошились родственники. Дозвониться до Седовых не смогли. Телефоны обоих были выключены. И дверь была закрыта, входная на щеколду с внутренней стороны. Это у родственников вызвало подозрение, поскольку время, повторюсь, уже было раннее, утреннее, то есть когда люди ходят на работу. При помощи сотрудников МЧС двери были взломаны и обнаружены тела погибших. В этот же день, то есть 25 октября 2019 года, Седов был задержан по подозрению в совершении вышеуказанного преступления, именно убийства. Следственным отделом было возбуждено уголовное дело. По признаку состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, это убийство двух лиц. Допрошенный, будучи в качестве подозреваемого Седов, вину в инкриминированном преступном деянии, признал, дал подробные показания по существу совершенного им преступления, объяснил, что в момент совершения преступления не находился ни в состоянии ни алкогольного, ни наркотического обвинения, однако в совершенном деянии он в настоящее время не раскаялся. Теперь обвиняемого ожидает психолого-психиатрическая экспертиза. Его слов, после очередной реабилитации наркотики больше не употреблял. В случае, если Максима Седова признают вменяемым, ему грозит от 8 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы. Денис Нитков, Дмитрий Волнов, Новости Искровект.